так друзья третий фильм будет еще короче сегодня урожайный день я съездил черемушки черемушки растут есть особый сад вот мы его называем сад пианиста о нем знаю только я и мое доверенное лицо елена сана савинич моя ученица и она же аспирантка россиярского университета поговорил я с самыми людьми с черемушкинцами а грустным не стали 13 годовщина гибели 75 черемушкинцев наверное там погибли лучшие люди черемушки это та особая страна волшебная я лучше много-много лет были лучше и до сих пор частично осталось лучшие сорта абрикосов сливы вишенки даже черешен вот и люди сад такие же чудесные сказочные посмотрите первый фильм из этой серии вот это удивительные люди это те черемушки где не закрывает не закрывали никогда уходя на работу квартиры вот и не было случая чтобы об этом пожалели много-много лет а потом страшная беда экономили на людях экономили на безопасности цена 75 лучше в человеческой жизни вот ну а теперь о садоводстве опыт черемушек уникален что я там показал кино я брал интервью у женщин которые не молодые может чуть моложе меня как они стеснялись поначалу как они разговорились вот а вот абрикосы лучше из про продавится абрикосах ведре оказывается косточка была когда-то а косточка выросла из плода абрикосов которые вырос этот плод астрахани видите как здорово скажите что нет и вот это наша льдорадо это наша самая южная точка сибирского садоводства не самая южная но самая теплая впереди страшная зима не сей пуст дождей как не было так и нет вот я больше не стал бы еще очередной фильм начиная вот с этого сидячего положения с разговоров но тут случилось следующее ехал я в черемушек и включил радио и там говорят жуть начали правда не от нас начали центральное радио кажется не помню у меня это в этом 2 2 такие 2 российских канала то ли тех канал россия только комсомольская правда и вот он говорит диктор красноярское море пусто и показывают фотографии а я еще видел это нет не так я еще еще это же сенсация уже они везде говорят я еще и фотографии видел красноярского моря пустого а что это значит еще люди не догадываются это значит вот а я догадываюсь наше море саннашушенская тоже пустое вот она служит аккумулятором тепла летнего а и до зимы получается что море замерзает это после нового года настолько она теплая это в лютой сибири это в горах в советских горах и получается следующее сейчас воды мало аккумулировано тепло быть мало и наверное температура зимой будет вот в этом ущелье от черемушек потом майна потом саиногорск потом ниже ниже до абакана может быть даже часть реки и замерзнет может вся замерзнет впервые может такое случится а это сразу скажется и вместо льдорада мы окажемся приполярным кругом образно говоря не зря же у нас допустим тува южнее а там холоднее и мы с ней сравняемся а в туве фактически садов нет а мы лучшая в россии и вот сейчас я пройдусь немного да я покажу две крайности это очень важно для примера мне служит знаете кто что например у меня служит приморье там все католинские горы отделили побережье в восточную сторону а море и океан он тихий не завязает и там минус 15 20 хорошо 25 не правда чем потом чем дальше на запад тем холоднее это понятно от от этого влияние тихого океана падает но все-таки там достаточно своеобразный климат и штамм получается а уже по ту сторону всегда дельский горы уже минус 40 минус 50 вот такая вот эта граница она неопределенно и там всегда ученые ботаники чему удивлялись одновременно растут то что мы считаем чуть ли не субтропиками сутопическими растениями бесконечные алианы помните пробковые деревья остальное забыл там лекарственные растения электротеракоки в общем даже это боюсь язык сломать и тут же рядом совершенно северные даже плодовые растения вроде манжурского абрикоса который выдерживает вот оттуда он родом который выдерживает именно 40 минус 50 вот дачи хотят иметь все там то ладно все таки там был великий козьмин вот он его абрикоса у меня растут и один сорт не два и не три давайте сейчас вот так порассуждаем но хотят иметь деревья в том числе и жители севера вот сейчас дачи имеют все чуть-чуть для норильска вот с руханской приезжали вот дальше есть а это же заполярный этот круг и хотят иметь и даже чего купили вот давайте на поэтому противопоставлений поговорим вот роскошная груша видите для подчеркиваю не просто роскошная на роскошная для большей части территории россии неприхотлива урожайно это груша лада уже заметили что я неровно дышу я люблю потому что я первые развел был удивлен я родом это с львовской области с границы с польшей даже скорее полик чем украинец если вы учитывать что родился по ту сторону границы и вот получается ну дерево как его назвать мульки мульки в мульки такое слово есть вон веточка упала видите похоже на нее но это уже другая груша это воронежская вот смотрите какая красавица вот дальше значит естественно эти деревья он третий сорт смотрите космическая вот это мульти мульти ну слово то это я придумал мульти ладно для средней полосы пойдет так и наверное для красноярска омска томска новосибирска тюмени телябинская и екатеринбурга ну дальше конечно если брать на восток то там якутию пропускаем ну а дальше начинается уже с довольно жуткие места благовещенск вот комсомольск на море уже нами сможет ладно теперь идем на север старуханской приезжали я схватился за голову говорю может вам черноплодную рябину вот уж не боится мороза пить это чудо понижает давление я ее запасаю живьем замораживаю и что я делаю вот обязательно завариваю чай две-три ягодки я не знаю как на меня регулирует давление мы всегда чуть повышены там 100 на 140 или 90 на 130 вот так вот держится бывает похуже много сильно проблем вот вот пожалуйста а на севере пойдет знаете когда я читал первой книги уже 50-е годы 70-е уже довольно известны садоводы здесь даже были и вот они пересеселяли что здесь может расти ну давайте там вот она черноплодная рябина вот она красноплодная рябина ее кушать то вы не станете вон она видите на дальнем плане кушать не станете но польза от него все равно есть так ну в манжурском ореху мы еще подойдем вот я иду экспромтом иду себе иду никому не мешаю и мне никто не мешает и будем говорить о крайностях наверное гораздо севернее пойдет чем она родилась вот я не знаю родину у нее есть авторы хозяева это ну пусть сильно измельчавшие в этом году здесь было собрано невиданное количество ведер это дар небес я получил от сверена с нижнего новгорода так вот но мне кажется раз она у меня растет у меня же холодиль помните на вебинаре я показывал что такое сад 3000 сад 2000 сад 2500 получается там разница между мной нижнего новгорода большая там теплее и вот посмотрели мы на нее нет и тут у меня чего-нибудь как сказать по надежнее есть смотрим сюда уже собрано невиданное количество невиданное растений так вот хозяйка идет господи я душой отдыхаю когда вот этим ребятам я отдал питомник которым горбатился 20 лет я вздохнул я приезжаю сюда отдыхать вот они работяги так андрей уже несколько раз засветился вот собираешь какой-то накрашивали собирая то ли 20 то ли то ли 50 ведро вот татьяна санна железова вот очень милая очаровательная дочка зову вообще она моя невестка официально и теперь она питомники чек номер один вот питомник не узнать там подписали давай давай новая свежая кровь вот фактически лидер не просто здесь питомники я считаю в сибири ну-ка как надо говорить вспоминаем питомник зимой это на морозе единственный единственный раз можно выбирать непосредственно 3 2 угощаем вот такими вот плодами смотри тебе вся же у нас конец августа вот вот поедут вот этим будешь угощать а ты помнишь это лада запомнили а с той стороны воронежская вот видишь придется все запоминать татьяна садов вот но есть андрей он все знает все умеет я бандрея взял бы за двойную ставку а вот это там лава 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 темирязевского академии сказать андрей научи их деревья выращивать ну все ребята ладно некогда мне с вами лясы тащить так мы с вами посмотрели на косноплодную рябину так и раз мы были возле дар небес очень крупные отборные плоды все года кроме этого вот это два манджурца посмотрите что тут делается здесь уже насобирали я вам показал в кинох вот посмотрите сколько осталось на дереве вот еще прилично вот второй он еще более поздний посмотрите вот это все вот что мне было обидно как-то москвичи которые приехали совершенно случайно люди увидели сливу а я выхожу из дома тормознули говорят а что за слива я их пригласил в процессе разговора они мне довели до инфаркта знаете как они сказали что вот этот простенький сын манджурца простенький да вот они сказали что он нет не слаще слушать сладкий а вот кот такой вот жирище но чем нет не слаще королевского или войны откуснее вот у меня хотели завести до инфарта и так это штука может жить гораздо севернее уже не только красноярск омс-топс кемерово вот верхус но и до сотни кетра все в ней скажем так до боится глубокого снега для этого придуманы хаумы но мы это проходили монетобу я уже про него показал рассказывал это не значит это поздняя сорта нет просто удивительное дело получилось так что выражает предельный жара предельная а из-за засухи скорее все он задержал созревание ну это вы уже знаете знакомы а тот самый патриарх дерево лидер уже наверное не сибирский уже наверное российский потому что никто нигде никогда не нашел не нашлось идея где сравнить кого какого-то дерево который можно было с ним сравнить по урожайности по морозостойкости по объему кроны вот но что в этом году небо светится всегда небо не было видно и ни одна капля дождя не падала сюда почему в этом году не хватило влаги листья мелкие посмотрите сколько веток уже иссушенных ну все-таки я считаю что про него пишут не только я но и наука засухоустойчивая влаги боится вот выбирайте две крайности урожай с него уже был собран дважды теперь снова видели это снова ну и на нем еще прилично ну теперь они много говорить не будем раз мы увидели вишни меня ознакомил вот степная вишни это так что под руку попала то и показывает значит одно из преимуществ северян для их дать это возможность выращивать у нас в стадии снега практически не бывает редко богу до колена я уж не помню лет 15-20 назад когда до колена доходил снег а так почти колотку вот черный африканец видите в этом году он ни разу не палит выглядит очень бледно ему бы дожди вот не было вот это вот это не реклама это антиреклама заливать поливайте уставников культуры как они воду в воду любят вот получается это для северян